История России Опять же происходит от латинского инфляцио, которое дословно переводится как вздутие. В экономическом понятии инфляция означает повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции цена идентичных товаров со временем увеличивается. На одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить товаров и услуг меньше, чем до этого, то есть чем прежде. По сути, покупательная способность при инфляции, покупательная способность денег значительно снижается. То есть инфляция, по сути дела, это обесценивание денег. Вот это явление обесценивания денег приводит к повышению цен в рыночной экономике. А вот в административно-командной системе хозяйствования обесценивание денег может не проводить к изменению цен, но возникает нарастающий товарный дефицит со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Такими как БЛАД, такими как другие, коррупция и так далее. Инфляцию, как длительный и устойчивый процесс, следует отличать от разового повышения цен. Например, повышение цен или роста цен из-за денежной реформы или какого-либо политического события, например, войны. Инфляция не означает одновременный рост всех цен в экономике. Цены на отдельные товары и услуги могут даже понижаться или оставаться на прежнем уровне. Важно, чтобы изменялся общий уровень цен, то есть происходил дефлятор внутреннего валового продукта. Противоположным процессом для инфляции является дефляция, то есть снижение общего уровня цен или отрицательный их рост. Дефляция обычно имеет сезонный характер. Например, цены на яблоки, на фрукты, на овощи, они при массовом сборе урожая непременно снижаются. В современной экономике длительная дефляция практически не встречается. Примером длительной дефляции в пределах 1% в год может служить экономика Японии, которая находится уже три десятилетия в экономическом застое. И в ней как раз вот минимальная дефляция, она как бы присутствует постоянно. Если говорить об истории инфляции, несколько буквально слов. Дело в том, что номинальные цены в истории обычно были связаны с количеством денежного металла, например, золота и серебра в брусках или в монетах. В результате девальвации или порчи монет, то есть уменьшение содержания драгоценного металла в монетах, цены могли существенно повышаться. Так как металла было, например, золота меньше, а цена оставалась прежняя. Но в пересчете на фиксированное количество денежного металла цены все равно оставались стабильными. По сути изменялся лишь масштаб цен, а не структура стоимости. В истории мировой экономики отмечались два случая резкого роста цен, связанных с падением стоимости металла, из которых изготавливались деньги. Без изменения их количества в монетах. Это произошло, во-первых, после открытия Америки, и когда в европейские страны стало поступать огромное количество золота и серебра из Латинской Америки. А во-вторых, это в конце 40-х годов 19-го столетия начинается разработка калифорнийских золотых рудников. Поэтому начинается массовая золотодобыча в Америке, в Северной Америке, а также в Австралии. И мировая добыча золота возрастает в 6 и более раз. И естественно, что инфляция была следом, то есть инфляция этого вида сразу же распространилась по всей планете. Особенную картину давала инфляция в СССР, особенно в предвоенное десятилетие, а также в последние годы жизни Сталина. Когда политика правительства приводила к длительному периоду снижения розничных цен, то есть так называемая дефляция сверху, при постепенном повышении заработной платы. Помните, Владимир Высоцкий пел, было время и цены снижали. Да, всегда в марте месяца, каждый год происходило снижение цен на товары массового потребления, на продукты питания, на одежду, радиоприемники и так далее. Инфляция в таких условиях носит скрытый характер и называется подавленной инфляцией. Естественным следствием подавленной инфляции является товарный дефицит, из-за отсутствия равновесия между денежной массой и количеством товаров, то есть товарной массой. Спасибо за внимание, до свидания.